Все мы хорошо помним эти традиционные школьные открытые уроки. Учитель готовит вопросы, задает темы, распределяет обязанности между учениками. В общем, является руководящей фигурой на мероприятии. В последние годы в образовании произошли глобальные изменения в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов. Теперь учитель на каждом этапе должен более основательно подходить к подбору форм, методов работы, содержания и способов организации. Урок должен быть направлен на получение новых результатов – личностных, метапредметных и предметных. Этот формат урока выступает в качестве основной формы требований ФГОС. Теоретически все это выглядит обнадеживающе. Но чем на практике современный урок отличается от традиционного? Как говорится, лучше один раз увидеть. Потому мы решили сами посетить занятия и сделать выводы. Понятие «метапредмет» заложено в основу новых стандартных обучения – ведения урока с применением новейших образовательных технологий. А главная задача этого урока – развитие у ребенка универсальных способностей. Мышление, коммуникация, понимание, которые могут применяться в разных предметах. Основное и самое важное отличие современного урока от традиционного варианта в том, что учащиеся практически все делают самостоятельно, начиная от выбора темы, заканчивая распределением домашнего задания. Таким образом учителя приучают ребят к самоконтролю, способности делать выводы самостоятельно и поддерживать друг друга. На таком уроке современного типа дети не боятся говорить, высказывать свое мнение, урок на котором должно быть комфортно как учителю, так и ученику. Учитель же, в свою очередь, использует новые педагогические технологии и старается разнообразить образовательный процесс, делать его более живым. И потому многое здесь зависит от профессиональных и личных качеств педагога. Его главные задачи здесь – умение направлять, помогать, контролировать. Больше возможностей даются учащимся выразить свое мнение. Мнение не критикуется ни в коем разе, принимается, корректируется. Надо подводить учащегося к конкретным выводам или к решению проблемы. Но ни критика учащегося, ничего такого не может быть. Ни чего-то конкретного, какого-то правила. Просто дело в том, что по старым стандартам на первый план выходил предмет, то есть предметные умения учащихся. А сейчас во главу угла ставится личность ребенка и идет обучение на протяжении всей его жизни, начиная с дошкольного возраста и до конца. Имеется в виду, что те знания, которые приобретают учащихся в школе, они могут практически применить свои деятельности потом в жизни. Увидеть и сравнить, насколько современный тип урока отличается от традиционного, приехали и учителя из других школ. Для Заремы Яндиевой подобное мероприятие является первым опытом наглядной демонстрации отличительных черт двух способов преподавания. По итогам можно определить, какой из проведенных уроков является более продуктивным. Мы сегодня посетили два урока Лайлы Ахмедовны для того, чтобы сравнить, чем все-таки отличаются два наиболее практикуемых метода преподавания. Преподавание в школах. Это традиционный метод и современный метод. Для того, чтобы говорить о том, какой результат, мы сегодня пришли и посмотрели все это на практике, как это все преподносится. Все-таки теория – это теория, а на практике бывает немножечко по-другому. И мы видим все-таки, что дети больше заинтересованы, бывает, на современном уроке. Когда им дается свобода выбора, даже упражнения, мы знаем, домашние задания, тогда дети могут выбрать, выполнять им или не выполнять. Свобода действий наблюдается. Учитель, он выполняет направляющую функцию, он направляет детей, они уже в свою очередь делают выводы. В уроке современного типа меняется сама позиция учителя. От театра одного актера традиционного образования, где учитель берет на себя 90% нагрузки, он постепенно начинает разделять ее с учениками. Учитель таким образом не освобождается от своей основной функции учить, он начинает учить по-новому. Мне очень понравилось на уроке инсценировать диалоги, разгадывать кроссворды, изучать новые слова. Лелла Ахмедовна дает нам упражнения, такие пожелания, может быть, я выбираю желания, те, которые я нам задаю. Для нашего урока мне больше понравилось инсценировать диалоги, потому что во время диалога я могу разговаривать на английском языке и общаться с метапредметниками. Метапредметы нужны как для развития мышления и профессионализма самого педагога, так и для выявления новых возможностей работы с мировоззрением детей. Кроме того, уже замечено, после внедрения метапредметных технологий в обычной школе, дети, которые плохо осваивали материал или просто ленились, начинают проявлять интерес к предмету обсуждения и к тому, как вести себя в кругу своих сверстников.